Русские новости 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 Но граждан на выборы не пошло. Они там выдают 47% или 48%, не помню, сколько там Центральная избирательная комиссия по явке. Но явка явно натянута, особенно это видно по национальным республикам, которые дают рекордные результаты. Реально, конечно, ничего подобного там не было. Голосование за Кадырова там 98%. Понятно, что это свидетельствует о тотальной фальсификации, о том, что людей просто обязывают приходить, что других бюллетеней не предусмотрено, кроме тех, которые за Кадырова. Остальные там статистической погрешности, сослепу кто-то не туда поставил или каким-то иным образом невольно испортил избирательный бюллетень. Я считаю, что и все, как раз показатель, что все губернаторские выборы оказались выигранными сразу, я не помню, там второй тур, по-моему, и не предусмотрен, но сразу с результатом свыше 50% говорит о тотальной фальсификации. Ну, люди не такие дураки, чтобы ходить и голосовать за ставленников Единой России, которые прорежены так называемым фильтром, муниципальным фильтром. И люди, конечно, бы не стали голосовать. И то, что сейчас выдано за действительное, является, конечно, подделкой. Все подделка в такой государственной системе, это, в общем-то, уже и негосударственная система, криминальная система, все является подделкой. Поддельный президент, поддельный парламент, поддельные выборы. Главное здесь не потерять себя, чего я и желаю русским людям, участвовать в русском движении, выступать как русские люди, быть носителем русского мировоззрения. Необходимо объединяться на русской платформе. Русский национальный фронт как раз и демонстрирует единство разных организаций, где есть существенные внутренние противоречия, но они все стоят на русской платформе и на принципе объединения в действии. Вот мы на 25 сентября в Москве уведомили власти о намерении провести митинг. Разрешат нам, не разрешат. Ну, это уже дело десятое, они же легко манипулируют законом, поэтому могут не разрешить, хотя у нас по Конституции не положено разрешать или не разрешать. Мы уведомили, значит мы проводим. И препятствия могут быть только одно, что на этом месте кто-то уже до нас успел подать заявку, но этого нет, мы это абсолютно точно знаем. Знаем также, что и московские власти врут, когда иногда под этим соусом нам отказывают. Мы потом приходим на это место посмотреть, кто же там заказал какой-нибудь митинг, а там нет ничего. Поэтому и в этот раз могут соврать. Ну, мы уведомим еще неоднократно о том, согласован митинг, не согласован. Но главное, если вы против вот этой системы лживой насквозь, если вы не удовлетворены этими выборами, вы должны прийти на этот митинг в 14 часов 25 сентября. Площадь около метро 1905 года, доехать очень просто, это выходной день, воскресенье, все должны быть. Если вы не пришли, значит вы, можно сказать, смирились. Смирились и не верите уже ни во что, и заживо, можно сказать, похоронили свою родину и русский народ. Если вы продолжаете оставаться русскими гражданами своего отечества, России, вы должны поддержать русское движение, прийти и в дальнейшем участвовать в его работе. Слава России!